Пока у нас возникла пауза в играх, спрошу у организатора Засохов Игорь Соломоновича, если кто не знает. Какие у вас планы вообще на развитие EDC? Есть какие-то перспективы вы строите? Основной план, чтобы строить какие-либо планы на развитие нужных спонсоров, мы пытаемся это сделать. Но я считаю, что своя основная задача добиться того, чтобы наши страны начали показывать на телевидении. Я думаю, что это и будет самым большим развитием, которое можно добиться в данной ситуации. Я предлагаю максимум усилий, но все опирается в деньги, поэтому нужно найти сначала финансирование, потом можно мечтать о размещении на телевидении. То есть вот то, что в прошлом году нас уже снимал какой-то телеканал, это уж как бы первые цветочки? К нам приходил Матч ТВ, он снимал не первый раз, он снимал уже второй, по-моему, третий раз. На самом деле можно было с ним договориться и сейчас, чтобы они пришли. Но это не серьезно. Они приходят, все телеканалы, если вы посмотрите все репортажи, всех телеканалов, региональных, центральных, они приходят, задают одни и те же, на мой взгляд, я извиняюсь, на мой взгляд, друзья, тупые вопросы, потому что для нас людей, которые любят в Дарц играют, в Дарц, вопросы уже как там делятся. Понятно, они как обыватели. Да. Нам уже очень грустно на них все отвечать, поэтому я в этот раз не стал никого не предложать, потому что это уже загранили. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши турниры начали показывать. Я думаю, что это основная кардинальная цель, к которой мы потихонечку, тихо, мирно движемся. Она главная. Понятно. Так, весной у нас также предстоят по плану про-туры, да? Да, также. Так же, то есть три про-тура в один месяц, три про-тура в другой, да? Да. Сейчас я буду переговоры с Беларусью, потому что мне все-таки бы хотелось, чтобы наши про-тура как-то начали двигаться между странами. Все-таки мы представляем не только Россию, мы все-таки представляем страны СНГ. Россия всего лишь одна из стран, которая там. Понятно, что у нас на сегодняшний момент объективно сложилось так, что наши игроки самые сильные, самые лучшие, но это не повод не давать другим игрокам играть, потому что, помимо всего остального, есть еще финансовые составляющие. Людям просто, ну, тяжело, тяжело доехать, да? Иногда нужно привести турнир к людям, а не людей к турнирам. Мы стараемся дать шансы более-менее, ну, вы видите, да, в наших турнирах у всех равные шансы, но они всем равные, потому что не все могут доехать. Поэтому нужно решить проблему с тем, чтобы как-то добраться. Перевести турнир к игрокам, попробовать и там, и там. Попробовать, да, где-то в другом месте. Ну, это не факт, что это случится, но если получится, почему нет? Я думаю, что все с радостью съездят. А планируемый город это Минск, да? Да. А с Украиной? С Украиной вообще нет никаких проблем. Я был в этом году на Украина Open, Киев Open – шикарное место, просто они молодцы, они нашли шикарнейшее место, сделали шикарный турнир, на мой взгляд. Все мои друзья, которые были со мной с Кифр, они были в полном восторге. Они тоже там были, да? Да, я был не один. Да все там иностранцы, которые были, всем очень понравилось, это был замечательный турнир, я был, ну, не очень понравился, честное слово. И поэтому перевести в Украину, наверное, турнир был бы вообще замечательный. Проблема, как всегда, сопряжается в одном, что им сложно. Ну, скажем так, вы можете представить себе ситуацию, конечно, когда украинцы слетать, слетать в Прагу, а входится, ну, там билеты на самолет туда-сюда 50-60 евро, туда-вратно. Ну, гостиница у всех одинаковая, понятно, что можно жить не в самое дорогое. Короче, когда там поездка 100-150 евро. Почему? А прилететь в Россию, это 500! Серьезно? Да. Естественно, им очень сложно летать в Россию, поэтому у меня есть идея доехать, может быть, до Белоруссии, потому что там мы можем как-то, хоть как-то объединиться все вместе, все три сильнейшие страны в ДАРЦ и в СНГ. Все равно, объективно, чтобы мы не говорили, лучшие игроки в ДАРЦ и в СНГ – это все-таки Белоруссия, Украина и Россия. И украинцев мы давно не видим, никто с ними не играл, это очень обидно, но они очень сильные, они реально очень сильные, они достойные, чтобы играть с нами однозначно. Просто для зрителей, если кто-то, допустим, не слышал, у белорусов, как мы знаем, уже, значит, яркие игроки – это Фонтус, Ложенков, а у украинцев кто просто там? Однозначно, Артем Бусик, я давно за ним наблюдаю, как непродоксально, как непродоксально, когда он приехал в самый первый отбор, я его обыграл где-то в четвертьфинале, вот, ему просто не повезло, он просто попадал в дабл. А я тогда играл, кстати, с Борей в финале, и, ну, позволил Боре попасть туда, куда он попал, но он этого все равно заслуживал, больше нет, однозначно, даже если бы я у него выиграл, самого больше бы заслуживал. Он молодец, все было по-честному, но не суть. У них есть замечательные игроки, вот, Артем, Денис, еще ряд игроков, там мальчик есть молодой, который выиграл, кстати, один из Киевов, по-моему, украинец выпал, выиграл. Просто мы уже, как бы, там были, отдыхали с иностранцами, общались, просто, в такой приватной обстановке ужина, не видели финал, но выиграл, по-моему, молодой парень, я уже скидывал ссылки на своих страницах, вот, поэтому, однозначно могу сказать, что украинцы точно достойнейшие соперники, которые могут играть с нами на раундах и этого заслуживают. Хорошо, так, вернемся снова к про-турам. В этом году после про-туров, значит, шестеро человек у нас поехали, значит, в Европу на квалификационные турниры, значит, и EODC оказала им спонсорскую поддержку, там, в качестве компенсации части суммы. В следующем году планируется что-то подобное? Планируется, то же самое. Я надеюсь, что теперь это будет регулярной составляющей наших всех про-турам, потому что, как-то уже много разглядов, да, у нас уже случился один прецедент. Боря, став участником рейтинга PDC, попадает на Кубок Мир автоматический. Если кто-то второй, да, и в частности, вот эти все мои спонсорские помощи людям, которые ездят, да, они направлены на то, чтобы кто-то второй появился. Заработал очки рейтинга PDC. И все. И уже автоматически, если ты являешься участником рейтинга PDC, то в рейтинге PDC лучшие двое от России и едут на Кубок Мира. Это их правило. У нас только один турнир, этот турнир, вот отборный чемпионат мира, который никогда не будет меняться, он так останется отбором. Это наше место и это наш путь. Единственное, что нам может, там, как бы, помочь увеличить наше участие, если наши игроки, там, как Боря, например, попадут в 32 сильнейших по миру, он попадет на чемпионат мира автоматически, и тогда он не будет участвовать в отборе, вот тогда, да, и тогда может быть еще один игрок. Наше место – это наше место, это не связано с рейтингом PDC. И если другой игрок тогда уже, как бы, отберется, то просто от нашей страны будут участвовать двое. Вот. Ну, не от нашей страны, а от любой страны. У нас там участвует, как я говорил, уже 12 стран, но просто пока Россия не сильнейшая, об этом говорю, что это Россия. От СНК. Да. Да. Понятно. То есть есть вероятность, что, как только, допустим, кроме Бориса, какие-то игроки, поехав в Европу и заработав часть очков, значит, попадут на участие в Кубке Мира, и, соответственно, про-туры здесь, в Москве, они прекратят свое существование. Правильно я понимаю? Ну, я не вижу смысла их прекращать. Во-первых, потому что многие игроки просто просят, чтобы они были. А во-вторых, если шесть человек, желающих, не хотят получить 500 евро, то мы можем прекратить. А вон ничего. А если сейчас не хотят как-то получать поддержку, то мы готовы продолжать. Просто тогда какой будет смысл у этих про-туров просто зарабатывание рейтингов очков на отбор на Кубок Мира в октябре, получается так? Нет. Смысл будет простой. Шесть игроков все равно едут, получают по 500 евро. Понятно. Я не знаю, это есть смысл или нет смысла? Хорошая мотивация. Не мне решать, а это игрокам. А, кстати, тогда вопрос такой. В этом году мы ездили в Прагу для отборов с 11 по 13 тур, ой, с 10 по 13. В следующем году тоже на конечные турниры только будет? Ну, это логично. Потому что мы заканчиваем наши турниры... Когда мы заканчиваем? Мы заканчиваем в апреле. В апреле, да. И на самом деле можно поехать в любой ближайший отбор. Просто Прага была, на мой взгляд, она была самая оптимальная по цене, по месту расположения, приятности проведения времени. Кстати, чешское пиво еще никто не отменял. И рульку. И рульку, да. Поэтому я думаю, что те, кто поехал, получили не только удовольствие в игре, но и удовольствие в путешествии. А там надо смотреть. Все обсуждаемо. Ведь я о чем говорю? Я говорю, что я даю компенсацию. Это не призовой фонд, это именно компенсацию. Езжайте куда хотите. Понятно. Вы получите те же самые деньги на любую поездку. Вы можете выбрать ее сами. Да, просто единственная задача, до конца года куда-то поехать надо было. Если вы найдете поездку раньше и более вам привлекательную, пожалуйста, езжайте. Деньги ваши. Так, ну, я думаю, зрители, да, все достаточно хорошо поняли. Тогда, значит, следующий вопрос. У тебя есть время, да? Да, у нас просто есть. Значит, в этом году у нас, значит, часть рейтинговых турниров, или все, по-моему, входили в рейтинг Федерации Дартс России. В следующем году что-то подобное будет наблюдаться? Ну, мы вроде бы договорились. Все зависит не от меня, а от Владимира Гуда. У нас просто была система очень такая простая, потому что, Володя, и это логично, я его здесь в этом плане поддерживаю. Он сказал, что очень много уже турниров, которые есть в сетке, уже невозможно ее запомнить. И мы договорились о том, что не все три турнира, да, там каждый раз входят, а результат игрока. Только один лучший результат, да? Да, лучший результат на турнире игрока. Я считаю, что это вполне достаточно, я бы даже сказал, что более чем достаточно. Мне еще пришлось Володе уговаривать, что ничего страшного нет, что там двух игроков, например, будет по 12 очков, да, если разные выиграли. Потому что оно все равно достойное, все равно выигравшие. Да, так иначе. Тем более тут уровень такой игроков. Совсем другой, ну, скажем так, да, очень плотный, я бы всегда так сказал, не то, что другой, очень плотный уровень игры. И поэтому выиграть 12 очков, все эти достойные результаты, получить их в рейтинг, я думаю, абсолютно заслуженно. Я очень надеюсь, что ничего у нас еще в год не поменяется и очки опять будут. Просто там звучало мнение, что эти очки перепульсовались только мужчинам, а женщина, которая играла здесь, допустим, какие-то очки заработала, она их в рейтинг не получила, потому что тут не было женщин. Но мне сложно об этом судить, это решение уже было не мое, а федерация. Я думаю, что в силу того, что ментально пока на сегодняшний момент подход федерации и PDC разный, потому что PDC у них очень просто, я у них тоже задал вопрос, почему у вас не играют там женщины акции, он говорит, уже в ней, точнее отдельно, потому что мы не развиваем мужской дартс и женский, мы развиваем дартс. И в целом, вот вам турнир, играйте в то, что там девочки не играют на уровне с мужчинами, но ответьте мне на вопрос, а почему? Да, вот, с какого перебога, это же он не, там, перетягивание к гранату, не бросание молота, да, не бросание дручек. Все, понял. Давай, потом продолжим. Спасибо. Пару, все можно брать. У нас смена комментатора, да, вернее, интервьюера. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Давайте, первый вопрос. А он много задавал вопросов, да? Ну, вопрос, Игорь, как ты думаешь, все-таки, почему сюда сегодня 47 человек, а они, допустим, 147? Ведь это единственный турнир в нашей стране, за победу, на котором ты получаешь, помимо денежного приза здесь, денежный приз в Лондоне, и вообще, это единственный вид спорта в России точно, где ты можешь прийти, заплатить полторы тысячи рублей и попасть на чемпионат мира. Ну, нужно, конечно, всех выиграть, но ты не должен иметь, не звание. Я задаю тебе вопрос один. Я вот сегодня с утра, я просто про Андрея, ну, честно говоря, ну, забыл, ну, так, что-то я закрутился, меня там задергали, но я сегодня пришел с утра. И взял интервью у трех человек. Это был... Кольцов Боря, Кадышников Алексея и... Абуха. Абуха Франкона. Ну, фавориты, наверное. Нет. Это потому, что я знаю, кто, ну, кто и основные претенденты на победу на сегодняшний момент. Завтра может все поменяться. Я говорю о сегодняшнем моменте. Вот я у них взял интервью. И они сегодня вечером первые ушли домой, да. Они уже не играют в втором турнире, они сразу отобрались. К чему я это говорю? Что так как я это знаю, то знает полстраны. Скажи мне, пожалуйста, кто из этих 140 игроков готовы играть против мира? Мало. Нет. Мало. Значит, соответственно, вот здесь 47 человек, у которых есть, помимо разговоров о том, что они очень хорошие игроки, и что они занимаются ударцами, ну, еще есть яйца, вот они и приехали. Хотя бы попробовать. Да. Еще есть две девочки, в этом году тоже оказались яйца. А все остальные, знаешь, им легко рассказывать, что они на уровне там своего села, своего поселка, своего, там, города, своего, там, окраина, они великие игроки, но что ты реально из себя представляешь, ты можешь узнать только приехав сюда. Так у меня тогда другой вопрос, я про это объясняю. Почему на другие турниры эти же люди едут, а сюда, например, нет? Ну, потому что там есть система, знаешь, как это, есть система списка планов. То есть, если кому-то оплачивает, они туда едут. Но есть люди, которые засуществуют ездят, но не едут сюда. Вот в этом проблема. Есть еще много всяких вещей, которые, на мой взгляд, важны. Это, там, медали, это звание, это, ну, не знаю, там, мастер спорта, да, это же важно никому-то, да? Ну, кому-то важно. Да, никому-то. То есть они за это? Конечно, конечно, за это едут. Люди за это едут. И ничего плохого, сама ничего плохого в этом нет. Это просто разные совершенно подходы к дартсу. Кто-то, слушай, ну, кто-то играет в футбол во дворе, да, и счастлив, да, потому что они там гоняют с друзьями. А кто-то старается быть, международным, спортсменом и играть в футболе. Кто-то играет во дворе, он играет во дворе. Он не выбирает тренирую. Правильно. А у нас, в нашей стране, все равно куча людей. Конечно, здесь есть больше половины, которые ездят и сюда на турниры, и едят, и про-туры, да, и отбор на чемпионат мира. И также ездят во всем российском. Кому-то где-то штаб плачет, а другой вопрос. Но есть люди, которые четко выбирают. Я буду ездить на эти турниры, а на эти нет. Вот тут мне интересно, которые ездят за свой счет, которые мне нужно. Это вопрос не ко мне. Я же не могу за них говорить, да, ты задаешь вопрос, на который я не могу ответить. Но, мое мнение еще простое. Я считаю, что у человека всегда есть высшая цель. Если человек готов идти к этой высшей цели, то он готов потратить деньги, там, не знаю, средства. Потому что, ну, вот пример, последний молодежный отбор, да. Сына приехали, увидели, ну, не будем говорить на фамилию, игрока. Я скажу, что мы видим победителя, все это, да, да. Но в результате выиграл сын Макса Алдоша. Почему? Не будет никогда, я клянусь, меня кто-то удивит сильно, вот прям удивит. Если кто-то мне когда-то на нашем турнире приедет с улицей и выиграет его, никогда этого не будет. Нет, ну, надо сюда ездить в любом случае, чтобы потом приехать, хотя бы несколько раз, да. Да, вот приехать, допустим, на Чемпионат мира, как Мангель, сюда, а вот здесь сделали все. Понятно. Потому что он идет вниз по лестнице. А если ты поднимаешься по лестнице, то сразу поднялся. Ну, мы все молодцы, что мы приехали. Конечно. Хотя мы знаем, да, там, трех-четырех. Как нам самим, например, не пройдя здесь, уехать на Чемпионат мира? Возможно, как там и сейчас? Нет, нет, только через Редиссе. Что за свой счет я не могу взять? Нет, нет. Нужно пройти только отбор. Нет, можно за свой счет. Можно ездить на все квалификационные турниры ПДС, потом выиграть квалификацию, участвовать во всех турнирах, рейтингах. Если ты попадаешь в 32 по рейтингу ПДС, то ты попадаешь в чемпионат мира. Это вы говорили про Бориса. Хорошо, ну кто самый главный фаворит? Борис? На сегодняшний день, по-честному. Ну, конечно, но... Шансы на мире? В том, что он уже целый год, этот год, давайте честно говорю, что он отыграл уже кучу турниров в ПДС. Плеер чемпионш, почти все трех. Расскажу тебе. Что такое шансы? Да, все... Потому что человеку гораздо больше его не может показать, не потому, что он не может что-либо показать, а потому, что это один вечер. Один вечер. Когда игрок, ну, такого уровня, допустим, как Ван Гервин, который был, просто он ментально на мыши всех, да, он там где-то вообще, да. Если мы посмотрим любой вид спорта, в каждом виде спорта есть свой Ван Гене. Там, Ашлик Терес, там, Надаль, Забов второго. Федерар и Джульевич. Да, они вдвоем там разыгрывают между собой. Ну, да. 20-23 лет. 20 лет, почти. И все равно, да, вот, казалось бы, а что нет? Нет. Все равно есть кто-то вообще за грани всего. И нельзя на Борю смотреть и думать, что он прям завтра станет в корень. Мы не говорим, что в России он сейчас лучше, и уровень его растет очень сильно. Однако он иногда проигрывает. Безусловно. Мы говорим о том, что Боря, самый сейчас, ну, на мой взгляд, самый выдающийся игрок в России. Но всегда существует фактор одного вечера, одного дня, одного сложившегося обстоятельства. Я считаю, что на сегодняшний день кадры абсолютно не хуже Боря. Он просто игрок с меньшим опытом игры. Именно там, в 50-е? Именно в топе, да. Именно в топе. Хорошо, а если мы откинем Кадычникова, Кольцова и Абухова, которых брали на три, самых перспективных, которые постоянно ездят на ADC, назовут еще три фамилии. Три фамилии. Мы будем как Дудь берем, а у него три фамилии, назовем первую фамилию игрок. Мы убираем Кадычникова, Абухова, Кольцова. То есть первую, вторую. Нет, ну, главное, нельзя убирать их троих, надо убирать тогда еще и Понтус. Понтус тоже, да? Хорошо, хорошо убирать. Однозначно, в этой четвертке остаются три фамилии. Ну, давай подумаем. Ну, во-первых, мне очень нравится Макс. Алдошин. Алдошин, Макс Белов, однозначно, сразу говорю, вот два человека. Но, я с тобой могу сказать так проще, что вообще ни о чем не задумывается. А ты фамилию уже услышал, две фамилии будет. Нет, нет, я гарантирую, я сейчас все услышу, все восемь. Я гарантирую, что любой турнир ADC будет выигран первыми восьми парадними игроками. Вот так, да. Я тебе гарантирую. Бывает, исключение есть, правильно? Пока нет. Покажи мне. А, выигранный, именно выигранный турнир, но выигранный, да. Покажи мне. Сколько лет это будет Покемоне? Пока все не начнут ездить здесь постоянно. Колесо Фонтона, смотрели, он сейчас вернулся. Ребята, эти водмёрками ездят в Сибирь. Нет, там невозможно. Объясню. Объясню. Они не приедут. Смотри, никто никому ничего не должен повышать. Хочешь повышать, приезжай сюда. У нас созданы все условия в Москве и здесь. Значит, не Москве, значит, нужно ездить везде. Нет, нужно ездить везде. В Европе тоже замечательные условия для игры в дартс. И БДО тоже даёт эти условия. Просто наши, они больше приблизены к правилам, к условиям 50. То, что спокойно, что нет шума. Это чисто правило. Там все-таки кричат иногда, поддерживают. В 50 это невозможно. Но невозможно выиграть никакой турнир, не приезжая. И пойми, я с просим приеду. Пожалуйста, я приеду на Урал. Меня же никто не приглашает. Давайте сделаем отбор там. Но я должен думать. Я же не для России это делаю. Вот сюда приехать, допустим, белорусам? Еще более-менее. А туда белорусам? И я как раз думаю о том, что наоборот, как-то приехать, допустим, в Белоруссию, чтобы украинцам дать шанс приехать. Понятно, да? То есть... Нет, просто я сам когда-то занимался в Афганистане 20 лет назад. И тоже начал расти там, сыграя с большими, сильными игроками. Поэтому я сейчас 5 месяцев назад опять взял дротики и думаю, дай-ка я поиграю. Миросибирский займ второе место. Думаю, не буду останавливать, поеду сюда. Правильно. Ваш турнир я не видел в списке этих. Я разговор с ребятами сказал. Вот есть такой Игорь Безасухов. Он проводит этот горшин турнир. Такое-как мне скинули в ВКонтакте и я приехал. Ну, тоже понятно, там 20 тысяч рублей. Конечно. Это не чувствуется. Я точно знаю. Потому что могу сказать. До того, как я сделал свой турнир. Я поехал... Ну, во-первых, мне надо было... В Финляндии, да, вы ездили? Рассказывай, рассказывай. У меня был опыт. Прежде, чем сделать этот турнир, мне надо было понять вообще, как это все проходит. И я договорился с нашими коллегами из Финляндии. Они тоже для PDC делали отбор. И мы поехали с Игорем туда. И я там играл. Я могу сказать точно. Сто процентов. Я в тот момент еще был. Я более-менее активно играл. Мне там ничего не болело. Не было гребаного артфита. Я более-менее играл. Я играл на российских турнирах. Я приехал туда. Я сыграл в первый день. Я сыграл игру. Я сразу проиграл. Шесть лэгов. Второй день я первую игру выиграл. Вторую проиграл. Мне три игры дало опыт. Больше, чем эти турниры. То есть игры на вылет это нормальная тема. Это неплохо. Это наоборот хорошо. Это хорошо. Я могу сказать, что вот эти игры здесь. Они мне давали опыта и энергии больше. Расти. Чем все турниры российские. Все. Я приезжал на российские турниры. Там сидишь. Несерьезно. Чтобы всем повышать уровень. Чтобы всем повышать уровень. То есть нужно как можно больше играть турниров. Именно вот такого плана. Правильно? Потому что, сколько бы я дома не тренировался. Уровень не растет. Пока ты не будешь играть здесь. Пока ты не будешь играть. Это в Европе. С сильными игроками. Вот хочешь сказать. Этот турнир он просто от хорошего уровня. Хорошо. А если уровень, который ниже твоего. Ну по-хорошему. Допустим, Борис Кольцов не поедет играть там. Абсолютно. Условный Красноярский или Норильский. Это будет ниже в уровне намного. Это будет хуже. Объясню. Нельзя ездить на турниры, которые сильно слабее твоего уровня. Вот так. Если ты видишь хотя бы двух-трех людей. Которым ты потенциально можешь проиграть. Езжай. Туда надо. Там может быть сто человек. Но три человека, которые тебя могут обыграть. Езжай. Это для того, чтобы твой уровень рос. Конечно. Помимо домашних тренировок. Конечно. Потому что любая игра. Ты никогда не можешь понять. Вот например, ты лучший игрок на турнире. Сегодня. Ты лучший. Все будут играть против тебя. Все. Совсем не так, как они играют между собой. Ты можешь получить такую игру. Которую в другом месте. Ты даже не встретишь. Даже представить не можешь. Поэтому турнир, который... Понятно, если ты поедешь в детский сад. То это не имеет смысла. Если там играют 40-50 дротиков. То это не имеет смысла. Но если люди играют 25-21-18 дротиков. И могут сыграть какие-то несколько хороших игр. Конечно стоит. Потому что ты получишь неожиданный опыт. Потому что дартсик это не только всегда. Ожидаемый. Ты пришел. И играешь. Ожидаемый игр. Часто в середине турнира. Ты можешь получить. Судью можно? Судью. Женя. Быстро. Там что-то с рубежом. У Белова что-то с рубежом. Судью зовут. Ты можешь получить такую игру. Которая тебя очень сильно удивит. И вот это удивление во время турнира. Оно тоже важно. Потому что это тоже опыт. И он очень сильный. И он очень полезный. Ну да. И кстати тем можно обратиться к тем, что думают приедут и сразу же попадут в первом же круге на очень сильного. В принципе по жеребьевке частенько бывает, что у нас же сильный здесь проходит сразу финал дивизиона. И все-таки можно еще. Ну бывает. Нет. Бывает конечно мы попадаем с разной силы. Как сегодня. Нет. Пожалуйста. Первый турнир сыграли. Все самые сильные улетели. Да. Ушли. Второй турнир можно играть. Он уже более-менее равный. Сейчас тоже. Можно сразу во вторую. Нет. Нет. Ты мог первый турнир не играть. Можно. Подождать пока выйдут. Скажу вам сразу. Нельзя. Нельзя. Если ты приезжаешь на этот турнир, ты хочешь получить опыт. Опыт. Почему это нельзя делать? Потому что ты играет даже с сильным игроком. Ты уже стоишь. А вот как у нас работают судьи. Там четко мерят рубеж. Все правильно. Вы имеете право вызвать судью, да? Нет. Действительно да. И все замерят, перемерят, посмотрят. Даже можно помочь. Игорь Бунов походу выигрывает. А что у нас остались? Не играть первый турнир? Да. Значит, объясню. Когда ты приезжаешь в первый раз. Я могу гарантировать на 100% ты сам проиграешь. Может быть не в первую игру. Весь турнир 100%. Поэтому. Конечно же имеет большое значение, если ты играешь в первый турнир. В первый турнир ты играешь, получаешь опыт, получаешь трудозарядку. Ты просто разминаешься. Я извиняюсь. Просто выйти к этой мишени. Одно дело прийти и покидать драки, а другое дело выйти в игре. В этом зале. Под этим давлением ты выходишь. А дальше второй турнир ты уже все. У тебя уже какой-никакой, но опыт есть. Играешь второй турнир совсем по-другому. Тогда Игра Славовна, чтобы закончить уже, грубо говоря, это интервью. И самый главный вопрос. Вот в прошлом году я задавал вопрос, ты не в курсе. Но это понятно. Без камер. Мы говорили, что Борис у нас все-таки сейчас есть в рейтинге. И он будет уже. Никуда мы не денемся. У него есть менеджер. Он играет все турниры. Хоть какой-нибудь турнир. Даже если он один в год сыграет в ПТС. Он будет там в рейтинге. Поэтому он автоматом попадет на Кубок Мира. Который проходит в начале июня в обычной Германии. То есть командный. Когда там 2 на 2 играют. И потом там пары по одному. Это другой вопрос. Если в этом году, а я вот прям вангую. Кадричников Алексея. Еще кто-нибудь может появиться. Они могут сыграть в ПДС пару турников. И кто-то из них попадет. Да, все. Он попадет на Кубок Мира. Пару туры останутся. Я еще не говорю. Мне все говорят. Потому что еще раз я повторю. Для тех, кто не знает. Подписчиков Дмитрия Горбунова. Это единственный турнир в России. Где ты можешь по рейтнику занять какое-то место. Либо его выиграть и попасть на турнир. В России больше нет турнира. Даже если ты выиграешь чемпионат России. Максимум тебя могут позвать в сборную. А это единственный турнир. Где ты можешь потом куда-то поехать. Я обещал. И в этом году ребята съездили в Чехию на отборы. Вы компенсировали каждому 500 евро. Я обещал, что многие заинтересованы в этом турнире. Я его оставлю. Единственное, конечно, если будут приезжать 20 человек. Наверное, что это не будет иметь смысла. Но так я его оставлю. Естественно, наше обещание 6 лучшим. Компенсацию за поездку на отборы остается на следующий год. Я желаю Борису и еще второму человеку попасть в рейтинг. Их не будет. И на про-туры будет приезжать 64 минимума. Оставляй туры. Вы серьезно? Да, я его. Оставляй.